Основной задачей Центра занятости населения является трудоустройство безработных граждан, в том числе и инвалидов. В предыдущие годы вопросу трудоустройства инвалидов уделялось не особое внимание. В последнее время наше правительство обращает особое внимание на трудоустройство граждан, имеющих инвалидность. Это люди, которые учатся, которые работают, которые получают образование, занимаются интересными делами, шьют, вяжут, вышивают. Это самые обычные люди. Специалисты Центра занятости обращаются к работодателям города с просьбой о приеме на работу граждан, имеющих группу инвалидности. Эти люди стремятся закрепиться на рабочих местах. Они стремятся к тому, чтобы показать свою работу продуктивной, стремятся к выполнению каких-то показателей, к выполнению планов. Стремятся многие люди, имеющие группу инвалидности, также стремятся и к карьерному росту. Ведь сейчас очень много молодых людей с группой инвалидности, которые также занимают и руководящие должности. До 2016 года в Новошахтинске была реализована программа создания на предприятии специально оборудованных рабочих мест для инвалидов. Уже на протяжении многих лет мониторим и общаемся с теми работодателями, которые открывали рабочие места для инвалидов. И по отзывам работодателей мы остаемся довольны, так как люди работают, люди закреплены на рабочих местах. И уже есть такие организации, где люди работают по 3-4 года на одном месте и в дальнейшем также планируют оставаться в организации или на предприятии. На предприятии ООО «Донгрупп» в 2014 и 2015 годах при содействии Центра занятости были созданы специально оборудованные рабочие места для граждан, имеющих группу инвалидности. Люди работают на этих местах, выполняют свои обязанности в соответствии с требованиями производства, ну и в то же время с соблюдением всех требований их программ индивидуальной реабилитации. Руководство предприятия не имеет нареканий к данным сотрудникам. Они очень ответственные, они работоспособные и выполняют все свои обязанности. На ООО «Донгрупп» трудятся три человека с группой инвалидности по специальностям главный механик, охранник и комплектовщик. Три года в работе, комплектовщик склада. Мне нравится. В редакции газеты «Знамя шахтера» работает несколько человек с группой инвалидности. Это люди, которые трудятся с большой отдачей, очень старательные. И проблем для руководителя предприятия с такой категорией работников у меня нет. Кроме того, мы многое делаем для того, чтобы привлекать в наш коллектив людей, у которых есть группа инвалидности. Совместно с Центром занятости в 2015 году мы создали новое рабочее место. Там работает у нас инвалид, должность его менеджер, и он хорошо справляется с своими обязанностями. Я хочу сказать тем руководителям, которые еще раздумывают, принимать на работу или нет инвалидов. Это риторический вопрос. Конечно, инвалидам нужно работу принимать. Они хорошие работники, и есть большая польза от сотрудничества с Центром занятости населения. Татьяна Михайловна Пятакова – частный предприниматель. Под ее началом работает мини-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2015 году Центр занятости предложил трудоустроить по программе создания специально оборудованного рабочего места Ольгу Курач. Молодая женщина – инвалид детства, имея третью группу инвалидности. Центр занятости для создания рабочего места выделил денежку. Мы приобрели сушильную машину, стиральную машину, кондиционер для комфорта, гладильную доску. У Ольги семья – дети, поэтому работа ей просто необходима. Она держится за рабочее место, она беспрекословно выполняет, у нее нет никаких претензий. Сначала женщина работала в дневную смену, потом перешла на другой график работы. Работа у меня несложная, поэтому белье, замена, стирка. В холодное время у нас сушка работает, в летнее время, как вы видите, на улице увешиваем. В принципе, все хорошо, все меня устраивает, пока ничего сложного нет. В процессе трудоустройства инвалидов Центр занятости является хорошим примером для подражания. Даже у нас в Центре занятости работает три человека, которые имеют группу инвалидности. Я хочу сказать, что это самые обычные люди. Это люди, которые хотят работать, которые желают работать. Это люди, которые, может быть, даже замотивированы. Они замотивированы больше, чем все остальные на труд, на свою работу. Они более ответственнее относятся к своей работе и держатся за работу. Как показывает практика, имея на предприятии людей с группой инвалидности, работодатель приобретает благодарного работника, который дорожит своим местом работы и старается работать не просто хорошо, а очень хорошо. Продолжение следует...